привет меня зовут Анна мы продолжаем изучать литературное чтение тема сегодняшнего урока произведение путешествие Алисы по плану мы с вами обсуждаем произведение Кира Булучева путешествие Алисы и говорим о сходстве и различии научно-фантастического рассказа и сказки я бы хотела чтобы вы перед тем как мы обсуждали это произведение конечно прочитали тот отрывок который вам дан в учебнике это глава акустики но и пока вы его перечитываете я бы хотела чтобы вы ответили конечно на вопрос сразу смотрели ли вы мультфильм Тайна третьей планеты этот мультфильм как раз таки снят по произведениям Кира Булучева да и это девочка Алиса путешествующая между планетами между галактиками именно она является главным героем Кира Булучева если вы уже прочитали главу кустики то готовы обсудить ее вместе со мной так давайте ответим на вопросы первое как отнеслись герои кустиком сначала найдите пожалуйста цитату прямо в тексте выделите ее и перечитайте если вы это сделали давайте я тоже вам приведу свою цитату это на нас напали кустики ответил я но огнемета зеленому не давай я постараюсь запереть их в отсеке как только я отступлю за соединительную дверь я тебе дам знать и ты тут же закроешь трюмный отсек как были настроены наши герои конечно же враждебно вы простите внимание как зеленый отнесся к этому он сразу побежал за огнеметом да чтобы кустики уничтожить да в какой момент у героев меняется отношение кустиком тоже найдите его в тексте пожалуйста выделите если вы это сделали давайте вместе со мной сравнивать что у вас получилось что у меня и так так чего же ты сразу не сказала а ты бы поверил ты с ними воевал как с тиграми ты совсем забыл что они самые обыкновенные кустики которые надо плевать благодаря чему у героев меняется отношение кустиком к этой всей ситуации с кустиками благодаря конечно девочки алисе которая оказалась крайне находчивой до которая догадалась почему кустики начали вдруг уходить да и в этот момент да когда алиса поливает кустики да так отверженно самоотверженно поливает кустики да в то время когда ее отец уже не может ей никак помочь именно в этот момент меняется и отношение само к этим кустиком какой прием использует автор создавая образ кустиков найдите пожалуйста этот момент когда наш герой главный датка то от лица которого ведется рассказ описывает вот это зрелище как кустики выходят остановите видео найдите этот в тексте если вы это сделали то конечно вы выделили этот отрывок в дверном проеме показались кустики зрелище было и на самом деле ужасное кустики вылезли из полного песку ящика и тяжело переступая на коротких уродливых корнях двигались на нас они шли полукругом покачивая ветвями бутоны раскрылись и среди листьев горели словно зловещие глаза розовые цветы какой прием использует автор да вокруг которого завязан вообще весь сюжет этой главы какими представляются кустики но вообще кустики да они не не могут ходить как люди да у них нету глаз как у людей у них не может быть уродливых там уродливых ног каких-то да у них только корни обратите внимание что здесь автор использует на самом деле олицетворение да причем кроме олицетворения он использует еще и сравнение да горели горели среди листьев горели словно зловещие глаза розовые цветы то есть розовые цветы как глаза им представляются на и это очень здоровский такой эффект да здоровский прием который использует кир былычев для того чтобы завязать свой сюжет очень интересно в чем сходство научно-фантастического произведения со сказкой вот это интересный вопрос пожалуйста остановите видео попробуйте сами сформулировать ответ в чем разница в чем сходство подумайте об этом запишите свои размышления к себе в тетрадь если вы это сделали предварительно остановив видео давайте я вам расскажу о том что я по этому поводу думаю итак конечно же в сходство между научно-фантастическим произведением и сказкой является наличие фантастики да фанта фантазийного какого-то элемента во-первых это выдуманные какие-то события да пускай не схожи с настоящими да есть да элементы реальные реальные какие то но вообще события обычно выдуманы и в одном и в другом произведении дальше место действия да чаще всего в сказках это вообще непонятно какое-то место действия например в 3 9 царстве 3 9 10 государстве да какое-то выдуманное место и здесь тоже самое да на 3 какой-то планете да на какой-то другой совершенно планете непонятно на какое где она там где она существует и вообще она скорее всего вообще и не существует да место действия тоже вымышлены дальше сходство до герои сказок и научно-фантастических рассказов а все-таки схожи это обычные люди особенно если это бытовые сказки да обычные люди в них присутствуют и а также могут быть еще и вымышлены существа да в научно-фантастическом рассказе это например здесь кустики в сказке вымышлены существа ну например золотая рыбка да вымышлены существа в чем отличие самое важное отличие то что научная фантастика все таки затрагивает области разных наук сказка это полностью вымышленное такое поучительное произведение может быть да народным да передавать мудрость наших предков из уст уста да может быть авторским и точно так же нести такой поучительный характер обладать поучительным смыслом ну и конечно у меня для вас вопросы подумайте пожалуйста нравится ли вам научная фантастика мы с вами уже познакомились с двумя произведениями научно-фантастическими может быть вам они действительно так запали в душу что вы захотите прочитать что-то еще и вопрос читаете ли вы современную научную фантастику на самом деле сейчас на современные писатели предлагают огромный огромный выбор на различных научно-фантастических произведений и есть из чего выбрать я думаю что вам стоит почитать ее если вы ответите от отрицательно на этот вопрос ну что подводим итог сегодня мы обсудили произведение кира булычева путешествие алисы и также поговорили о сходстве и различия сказок с научной фантастикой у меня на этом все спасибо вам за внимание до встречи на следующем уроке пока